Навигационные технологии в жизни Арктики. Российские ученые в Наринмаре представили свои уникальные разработки, которые в будущем должны обеспечить безопасную работу в условиях вечной мерзлоты. Впрочем, многие из них представлены на выставке, уже задействованы и давно используются во всем мире. Например, персональный аварийный радиомаяк. С виду небольшой прибор, который имеет большие возможности. Вместе с участниками конференции разработки увидел и мой корреспондент Олег Катанзейский. Вот на выставке представлено аварийное оборудование Международной системы поиска. С помощью этих приборов по всему миру уже спасено около 35 тысяч человеческих жизней. Разработки ракетно-космической корпорации используют российская авиация, морской флот и поисково-спасательные службы. Впрочем, есть приборы индивидуальные для туристов, альпинистов и охотников. Одна из новых разработок – это данный маленький маяк, который весит всего 250 грамм. Но независимо, в каком регионе вы нажмете аварийную кнопку, сигнал будет доведен и координаты места расположения будут определены с точностью до нескольких метров. Изделия проходили испытания на Северном полюсе. То есть они могут работать в самых сложных климатических условиях и уже в ближайшее время их могут начать использовать в нашем регионе. Чуть дальше расположилась площадка Северного Арктического Федерального Университета. Они являются одними из организаторов международной встречи. Зарубежные гости, которые приехали на форум – давние партнеры ВУЗа. И на сегодняшний день мы стали мощным хабом, который позволяет собирать в одном месте крупнейших специалистов российских и зарубежных для реализации образовательных программ и проведения совместных научных исследований, включая экспедиционную деятельность. В состав САФУ сейчас входит 15 различных ВУЗов, две трети из которых готовят кадры для работы в условиях Крайнего Севера. Словом, каждый университет имеет свою арктическую особенность. Ну, например, Институт нефти и газа готовит специалистов для добычи углеводородного сырья в высоких широтах и на шельфе. Институт строительства и архитектуры занимается строительством и разработкой новых конструкций для возведения их в условиях вечной мерзлоты. Кстати, интересный факт. Платформу «Приразломная», которая находится в акватории Печорского моря, в свое время строили выпускники САФУ. А вот еще одна площадка. Здесь работают специалисты Санкт-Петербургской компании «Транзас». Они занимаются тренажерными комплексами для моряков по всему миру, в том числе и России. Например, во время учений на платформе «Приразломная» их разработки также были использованы. Среди гостей выставки заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. Он, как и все остальные, от разработок в восторге. Ведь в будущем они должны помочь сделать Арктику безопасной. К тому же, первые достижения уже есть. Во время учений в Печорском море все спасательные службы доказали просторы Крайнего Севера под надежной защитой. Вообще, ни одним министерством и ни одним ведомством решить все проблемы Арктики невозможно. Поэтому, когда происходит плановое мероприятие в виде учений, подготовки, то мы оттачиваем пути, методы, способы реагирования, оперативного реагирования. Ну, оценку поставил вчера Николай Платонович Патрушев. В принципе, отозвался положительно. Но силы средств МЧС России тоже принимали в них участие. Александр Чуприян напомнил, наш регион стал первым, где появился Арктический аварийно-спасательный центр. Накануне там побывали гости форума. Заместитель сказал, что за его развитием наблюдает все министерство МЧС. Цель проста. В общем, одним словом, все нацелено на то, что партика была полной безопасности.